всем привет долго не выкладывала видео не снимала хотя есть очень много интересных новшеств но не все идеально поэтому как всегда настроение не всегда есть для того чтобы делиться печальными событиями но в сельском хозяйстве не без этого поэтому и так начнем с хороших новостей хорошие это то что у нас получилось купить нас на выставке белагра вот 22 года 12 свинок чистопородных с документами но к сожалению доехать до дома доехали все но первую ночь не все пережили одна свинка к сожалению дюрок канадской селекции не пережила первую ночь это как раз было мой день рождения 11 июня и приехав озеро обнаружено было мертвая свинка скорее всего это случилось из того что им было очень жарко на выставке они все обгорели ну как загорели были все красные как раки плюс еще жаркая погода перевозились они в будке и за 1 12 штук там видно им не хватило кислорода тяжеловато не дышали по приезду но вроде как все отошли поэтому спокойно поехали отмечать день рождения но видно не все отошли свинюшечка конечно пострадала но ничего никуда без без потерь поэтому расстроенная конечно было очень долго прихожу все смотрю за коровкой вы мне вот какое налилось но пока ждем теленка нету даже не знаю хотела я подбросить еще одного теленка но еще из новостей то что я уезжаю на несколько недель если конечно все сложится отдохнуть поэтому не знаю как тут справиться и как она примет теленка чужого и примет ли вообще напишите свой опыт если кто-то пробовал я хочу в тот же день когда она будет телиться привести теленка маленького там у людей еще тоже корова не терилась но уже должна была думаю если ему даже будет несколько дней она будет териться может и примет все таки жду ваших комментариев чтобы мне не опять не глупости не натворить и так как у нас пополнением хозяйстве сейчас закупили семя раньше почти стать урок брали сейчас взяли йоркшир и дюрок потому что породы разные есть к сожалению на этом на этой прям станции только только йоркшир дюрок и ландрас но ландрас свинки нам не достались у нас есть крупная белая и белорусская мясная поэтому белорусская мясная крупная белая они на другой прям станции от нас далековато но может когда-нибудь съезжу чтобы чисто породных оставить на племя дальше а так получится свиночки f1 тоже неплохо пойду пробовать если менять погодка у нас не летная дождик грязь вот такая вот сейчас я взяла йоркшир потому что гуляет крупная белая решила попробовать йоркшир тем более он 20 числа а сегодня у нас 21 то есть уже одну одни сутки и дюрок может на денечку чуть дольше пролежать поэтому будем пробовать вот так а вот наверное она меня и стоит ждет потому что все остальные лежат хана стоит буду еще и вот эту пробовать вроде как она в охоте это наша старенькая в смысле наша кляку я ее не пускаю потому что она после порося достаточно такая худая дамочка но гуляет она активно прошлый раз я ее пыталась осеменить судя по всему не получилось ну вот видно немножко петелечка такая опухшая хоть и не совсем красная ну пойду тут девчоночку смотреть миссия выполнена кстати даже очень хорошо вот это крупная белая свинка втянула семя но я сэкономила и решила немножечко вот этой вот вредно чуть-чуть она меня стала кидастся пока я ее осеменяла оставить поэтому попробовала ее осеменить она что-то непонятно где-то гуляет я ее уже пробовала осеменять свинки закипишевали время пол третьего я их всех подняла они думают что будет кормление но нет думала вам показать когда они немножко посветлеют побелеют здесь одна круп белорусская мясная и крупная белая вот эта свинюшечка здесь у нас йорк две свинки дюрок крупная белая и белорусская мясная чумазы хотя сегодня почистили надо еще пилок подсыпать им в ту сторону ты ко мне пришел с эти собаки все поочередно переболели ну взрослые еще не так хани и мои соседки двое наших мальчиков почему-то тоже их тошнило они лежали не ели несколько дней сейчас у хани такая же и их дворовой собачки такой который мы подобрали ну вы наверно тоже видели кто смотрит постоянно ой ты мой короче поклон поклон ой ты такой красивый мальчик у меня тоже заболела поэтому не знаю что это за заразу цепанули все собачки но будем надеяться что все поправиться нельзя прыгать нет морда занимаюсь немножко озеленением вчера полила деревья по которой посадила но сегодня ночью шел ливень и вот такие получились ямочки с водой но я думаю что не будет лишнее и вот здесь вот тоже самое и там вот игрушка красивая а это вишенка которую я посадила в прошлом году получается а вот были прикопаны но я их решила посадить пока ведра потому что с участком еще не понятно что вот как видно планировка не окончена и непонятно куда их посадить поэтому посадила их ведра чтобы корневая немножко развивалась потом легче было с меньшим стрессом так сказать высадить вот это дерево вот тут вот было пустила веточки вот две было вот здесь одна и здесь но она засохла поскольку я их пересадила не знаем что живет она или нет вот это я тоже уже обрезала по минимуму потому что сверху все сухое как видно было вот здесь была живая вот здесь пустила поэтому будем ждать красоту ищем свиней точнее поросят а вот они и чего вы здесь делаете вас дробинеты хватает кормушки нет им нужно на улице прогуляться иначе жизнь не удалась нашли дорогу и все равно заходить не хотят вредные закрою вас будете сидеть закрыты и идите к маме свинка похудела уже потому что поросят 13 ну не хотелось бы еще отсаживать ничего сейчас йогуртиков побольше творожков будем давать чтобы они ее не сильно высосали давай залазь думаешь ты еще хотят кушать но сегодня еда будет попозже надо ехать еще по делам только что вот было порос поросилась дюрок с выставки из того раза который мы брали свинка она очень крупная и получилось так что я ее вчера должен должен быть была поросну по сроку как вчера сегодня и получилось что сегодня тут мне пришлось целый день провести с бабушкой провозиться в больнице поэтому на поросе меня не было да и в принципе особо я ничего не она не изменила бы только один поросенок умер и вот 5 раз живых получилось скорее всего ну зато они очень крупные ну чтобы понимать это вот они родились вот видите пупки еще только что там два-три часа назад вот такие вот поросята то есть ну два килограмма точно они есть активные все бодрые будем сразу чтобы все выжили поэтому кому нужны хорошие чистопородные кабанчики потому что в основном только кабанчики свиночка только одна но если нужна кому-то свинка можете уже бронировать если все хорошо будет дом как бы могу оставить а так в основном кабанчики но я думаю что кабанчики тоже племенные много кому в хозяйство надо и много очень таких вот именно пепельных красивых рыженький только один остальные все пепельные красавчики я так предполагаю что уже больше не будет потому что послед уже вышел как есть сколько есть главное чтобы эти живы были и все хорошо был в принципе кабанчики конечно ну вот где тут моя рука вот с одним без одного догтя то есть очень большие поросята молока я думаю что у нее будет предостаточно потому что даже вот здесь вот у нее отек это я наверно в первый раз вижу свиньи вот это вот это отек вы меня получается свинка тоже конечно дамочка не из маленьких потом как-нибудь покажу на килограмм 300 точно будет я только приехала 20 минут назад домой а уже нас пол первого сейчас покормлю и нужно бежать спать потому что завтра с утра опять нужно с самого утра поработать тем более сегодня тут и утята выводятся их так по быструхе определила сегодня повторно осеменяла вот эту но это как-то не очень понятно гуляет она или нет ты осеменяла позавчера тогда их вчера к сожалению не получилось не было возможности вот это вот который мы осеменяли но начнем почистить кстати там опилочки у них хорошо а здесь уже каша но она сегодня как раз прыгает на всех петля такая ярко красная поэтому я думаю повторно хорошо что сегодня осеменили красоточка крупная белая осеменяла йорком чтобы были свиночки f1 такой номерочек у нас ты а для себя чтобы не забыть ну и для вас и сейчас иду пробовать осеменять другие свинки еще вроде как вы приходили в охоту хочу успеть максимально больше свинок попробовать осеменить понятно что там из них эта часть перегуляет предположительно вот это вот девчоночка тоже белорусская крупная они постарше им уже по 8 месяцев поэтому их спокойно можно осеменять ее буду пробовать осеменять дюрком хотелось бы конечно белорусской крупный но это надо ехать прямо ворш куда-то там в ту сторону поэтому конечно не до этого сейчас пока первый раз буду осеменять тем что есть и там еще вроде мне кто-то из девчоночек то ли дюрок то ли еще из крупных белых йорка не буду потому что юну надо чистым осеменять а у меня как раз вчера я и позавчера и сегодня утром осеменила йоркширским этим семьям поэтому меня только дюрок остался но я закажу еще ближе к выходным наверное сегодня позвоню на завтра чтобы попробовать их до осеменять если на все-таки загуляет потому что еще пока не очень понятно банда на прогулке возвращение домой ну что у нас пополнение его теперь язык наша красавица без изменений каждый год девочки не знаю я хочу попробовать подсадить и сейчас это второго теленка быстренько найти где-то пока еще не нашла как-то у нее странный последствах выходит хоть бы все нормально было отекшее время как всегда но это у нас постоянные вещи такая красивая коричневая папина дотя такая ласточка не трогая ее ее комары закусывать я только вчера попырскала и все равно она боится так убегает сейчас пойду еще раз пырскать у тебя комарики кусает тебя тоже надо попырскать вот и такая резвая девочка скажи что ты меня тут трогаешь не знаю может на ночью забрать корова будет мучать всем привет играю в игру в прятки знаете такое есть корова на месте у нас но не играет ценой играет постоянно телята эту как садик проснулась у нас что-то погода плохая и ищите я вымазала бороду или ты ударилась что меня понюхать короче кто со мной играет в прятки телята почему те это потому что их двое купили 2 теленка пытаемся подсадить к этой его дамочки не знаю вчера я и колола и седативный препарат под седативным он умудрился попить пока она там тормозила а так я сейчас утром хотела посмотреть отпускает она его или нет вот но не могу найти телят потому что они будут я просто яда прячутся в траве где-то сейчас если вдруг найду обязательно вам их засниму еще потом в одну игру поиграем сейчас пойду проколю поросят тетрамагом и кмпшкой это маленьких поросят которые недавно родились беру клычки и тетрамагом и витавет е плюс силен лучше было бы силеном чисто но у меня нету поэтому вот этим телят проколю по 5 кубиков где только ну этот уже старый надо уже вот докалывать и новый купить этот проиграл я его нашла а вторую пока еще нет а теперь угадайте вторая игра где чей ребенок точнее где родной а где не родной ты скушала все дробину вот бычок а вот телочка но кто меня давно знает тот поймет где чей точнее кто давно смотрит вот это ее телочка от нашего вк джерси а это бычка мы купили ей слава богу сегодня на получше реагирует но все равно вот выбрыкивает немного но еще овод не кусаются может еще и поэтому но уже даже без телочки подпускает это уже рекорд поэтому это что я это насыпала еды сейчас она кушает дробину ну иди тоже попей твой на месте и это твой второй уже привыкай к сожалению получилось так что мы на следующий через сутки подсадили но еще же у него естественно снимем проблемы поэтому не знаю как она тут будет без меня и они тоже малыши прячется вот это вот все в траву заходит далеко-далеко видно в тенечек а потом вот этот не может попить без нее мы уже под не боднула уже хорошо цепью конечно этот переживают за них что все нормально было чтобы не цеплялись сейчас будет толкать наверное по крайней мере вчера такие поэтому у таки бывают потери в сельском хозяйстве но ничего конечно где-то можно было и повнимательнее за ними смотреть после приезда но к сожалению обстоятельства сложились таким образом что возможности особо не было это сделать но ничего надеюсь сейчас это остальные покроются и все будет хорошо почему я хочу покрыть постараться до моего отъезда понятно что может с первого раза не покроется или еще что-то но хотелось бы пару штук покрыть для того чтобы потом после моего приезда начать покрывать всех остальных и чтобы не навалилась это все у меня потом опоросом все там 12-13 штук свиней одновременно потому что сейчас часть старых мы своих убрали осталось там малое количество тех которые чуть получше были тех оставим потому что боялись объединять вот из комплексных тем более там из двух комплексов разных как бы и так у каждого свои болячки плюс еще и наше хозяйство третье поэтому получается что сейчас и моих некоторых нужно покрывать и этих нужно покрывать поэтому потом не хотелось бы попасть в такой просак что нет места куда ставить на опоросы или нет вас не успевали за всеми проследить и плюс такое количество поросят за раз хотя конечно сейчас хорошая очередь на просят и всех разбирать отлично вот такое получилось видео ставьте лайки инкубация идет как вы видели у тебя так я вам показала заложила страусины яйца опять в этом году надеюсь получится получше в этом году еще поводить побольше поэтому если вам буду показывать ставьте лайк подписывайтесь на мой канал кто не подписан и всего доброго всем пока